Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Проблема отцов и детей Вот прошли столетия, а она трансформировалась, но она никуда не исчезла И когда говорят о проблеме отцов и детей, как правило, говорят о том, что ребенок неправильно себя ведет, плохо учится, не слушается Молодежь хуже старшего поколения Она там глупая, она там невменяемая Наркотики, водка, вино девочки, сигареты То есть молодежь обвиняется во всех тяжких Я же смотрю на молодежь Может, мы в каком-то другом мире живем Молодежь сейчас офигенная Офигенная, я тоже Ни водки, ни сигарет Спортом занимаются, учатся И, наверное, самые большие проблемы в их жизни Они создают взрослые Я вот это по своим сыновьям вижу То есть те проблемы, которые у них в жизни случались Они прилетали от взрослых не вполне разумных И эти проблемы удавалось каким-то образом решать И ребенок после этого выходил, наверное, мудрее Но у него в голове откладывалось Что эти взрослые не совсем адекватные И более того, сложилось в то, что Вот, например, мои старшие дети Они стараются избегать любых напряжений и конфликтов со взрослыми И решают все вопросы самостоятельно То есть если им надо там сходить куда-то на поклоны Или там решать Ну, пока учились там в ВУЗе Решать вопросы в ВУЗе Они Нет-нет-нет, я сам Я договорюсь со студентами Я там так перекроюсь Да, правильно Но чтобы не было невменяемых взрослых рядом И на самом деле молодежь Знаешь, это напоминает фазу, описанную в эксперименте с мышами Когда старые мыши загрызают молодняк А это последняя стадия деградации Она идет параллельно с голубыми, розовыми Так вот, у меня такое даже и чувство Что вот сейчас именно это мы наблюдаем Когда загрызает молодежь Потому что я тоже, я вижу молодежь Знаешь, я вижу ее красивой Я вижу ее с возможностями У них новое У них желание, знаешь Они красивые То есть стремятся Я вижу в них огонь, рост А когда слышу, что говорят Молодежь плохая Я понимаю, что им просто, знаешь, как Образно я скажу так Как, допустим, взрослые люди Это черви Которые точат землю Точат бесконечно Точат эту землю А тут рождается птичка Нет, и она хочет взлететь Нет, ты не можешь летать Это там страшно Там кто-то И обрезаются крылышками Я знаю, крылышки обрезаются Я знаю лучше жизни, чем ты Вот ползай, будь червячком И тогда все будет хорошо То есть, получается Знаешь, как поговорка Такой, себе не ам И никому не дам То есть, сам не добился в жизни И поэтому я не дам И тебе добиться в жизни ничего А почему не дам? Потому что в себе нет этого Нет В себе есть разочарование В своей жизни Разочарование во внешнем мире И такой человек взрослый Что он может дать своему ребенку? Разочарование Ты знаешь, я вот сейчас задумалась И вспомнила свой период Когда я заканчивала школу Десятый класс И у меня была учительница русского языка Которая очень любила авторские знаки И она считала, что я не могу знать русский язык на отлично Причем она этого мнения Начала придерживаться После того, как узнала Что я думаю о том Чтобы поступить учиться на журналистику И она приложила все усилия Чтобы я не рассматривала журналистику Как профессию И я стала инженером Но я в дальнейшем В принципе В своих воспоминаниях Я благодарна этой учительнице Во-первых Уже тогда Я научилась Обходить взрослых То есть Что я делала Вплоть до того Что я узнавала Какой текст будет Вот был момент Когда она давала диктант По Достоевскому Книжка большая Достоевская Не помню Идиот тогда был Или преступление и наказание И она брала Какой-то описательный отрывок Там было очень много Авторских знаков И этот отрывок Она давала Например На первом уроке Там В Д-классе А я была В Б-классе И соответственно У нас урок стоял позже И у меня был час на то Чтобы узнать С какой фразы Начинается И с какой фразы Заканчивается И Ну кстати Достоевского я любила Поэтому Я по двум фразам Находила весь отрывок Приходила Списывала Относила Меня в тетради То есть Я лгала Вот И этому Меня учила учительница И это сказалось Каким образом Я писать начала Ведь я же сколько теперь Книг вместе с тобой написала Да Я писать начала Когда Когда я выросла И стала Вот уже самостоятельно Если бы я закончила Журфак Вполне возможно И все появилось бы Значительно раньше Во всяком случае Ну Никто не знает Как сложилась бы Моя жизнь тогда Но Ее Вклад в мою жизнь То что я получила Техническое образование И Пошла жизнь Совсем в другом ключе Отразилась На моей жизни Все равно Сейчас вспоминаю Ее с благодарностью Но понимаю Она учила меня врать Вот просто Учила меня врать Родители не научили А учительница В школе научила Представляешь Учительница В школе Выживать Выживать Понимаешь Выживать Такое слово Это получается Что Если есть слово Выживать Значит Ты выживаешь В чем В больном мире В больной мир Да Это мир болезни Тяжелый Больной мир И я думаю Сейчас точно Такая же картина Наблюдается Сейчас наверное Еще более худшая Потому что Во времена Советского Союза Во всяком случае Учителя Были Они были Уже Определены Их старость Была определена Их пенсия Была определена Они полностью знали Что их ждет Вот до самой кончины А сейчас Человек не знает Что его ждет Соответственно Он начинает Нервничать И соответственно Он начинает Делать глупости Узнаешь Как Да Глупости И он больше Начинает мстить И мстить Мстить молодежь Потому что внутри Болит Болит Горит А почему болит Он даже не разбирается Но при этом В нем Злость кипит На эту молодежь Которая Не хочет его слышать Его предмет Да Не хочет Почему-то Не так Как ему хочется Ведет себя Не так Как ему хочется Выглядит И вот это вот Все Он недоволен То есть Учитель Внутри Недоволен Своей жизнью И это он Выливает На детей Вместо того Чтобы Ведь он сам Свой предмет Не любит Он его заучил Вот просто Заучил Тупо И все Понимаешь А интереса нет Мне даже Слово Учитель Говорить Ты знаешь Это такое Слово Глубокое А я Не могу Назвать Сейчас Вот Назвать Этим словом Учителей Которые В школе Не могу Мало Кого И то Даже Я как Я сейчас Ну вообще Наверное Не назову Ни одного Нет Ну во всяком Случа Не могу Назвать А больше Сказать Как люди Роботы Которые Бесчувственные Которые Холодные Которые Специально Будут Заваливать Ребенка Чтобы У ребенка Даже Не появилось При этом Будут Прикрываться Тем Что Я справедливый Учитель Я справедливый А ты Не учишься Да Ребенку Ты не дал Урок Так Чтобы Ему Интересно Почему Стало Много Репетиторов Вот Когда Репетитору Платишь Тогда Человек И старается То есть Когда он Уходит На свои хлеба Учитель Репетитором Становится И он Зарабатывает Деньги Скажи Я с этим Связано Очень Много Его Стимулирует Это И он Старается Наработать Свои Знания Он Двигается А когда Ну извините Как есть А когда В школе Глухо Как в танке И просто Учителя Исчезают Исчезают И это Становятся Какие-то Злые Агрессивные Мстящие Разъедающие Ну это Больные Люди Это больная Это болезнь В школах Сейчас В школах Зараза Вот Не знаю Я наверное Отношусь К родителям Плохим Родителям Я к своим Детям В школу Не хожу Я тоже Я не хожу Я к своим Детям В школу Не хожу Я только На собрание У нас Папа ходит Ну там же Финансовые Вопросы Надо решать Мы даже Финансовые В чате Написали Сдали Все Не хожу Ну видишь А вот С учителями Я даже Не знаю Я знаю только Как изменилась Классная У моего сына И я знаю Теперь как Ее зовут А все Смотри Я понимаю Я понимаю О чем ты Я в школу Тоже не хожу Все Мой ребенок Она полностью Сама Но она при этом Где-то какие-то Моменты рассказывает Сейчас Одиннадцатый класс Ну у тебя И коснулась И коснулась Выпускной И коснулась И это стало Настолько очевидным Просто вылезло Именно Вместо того Чтобы помочь Тем более Моя дочка Она тянет Очень хорошо Тянет Учебу Она тянет Но при этом Да Какие-то предметы Которые Которые Ну это же Одиннадцатый класс Ей надо Те, которые Поступать А их надо Больше поднять Да А какие-то Ну Та же история Она абсолютно Ну вот вообще Как и мне Она неинтересна Потому что я знаю Что это Но она переписывается Регулярно Она переписывается Это ну Засорять мозги Я не хочу И ребенку своему себе Вот Так помоги Нет Вместо этого Наоборот Заваливается А почему Заваливается предмет Потому что Эго раздуто Учителя Эго Как же Я же учился Как это А мой предмет Сейчас не хотят Учить Я заставлю Знаешь так Заставлю Зачем Ты же будь человеком Ты кому вредишь Ты же сам себе вредишь Поэтому и болеют И можешь посмотреть В принципе Это даже не касается Учителей Посмотри врачей Посмотри строителей Посмотри Рабочих Плотник Столер Кого угодно Милиционер Кого угодно Ты посмотри на тело И тело Обо всем тебе скажет Скажет Сразу Полностью скажет Как человек будет проявлен И если ты внутри Злой Агрессивный Мстительный Обидчивый Манипулирующий Ты это все имеешь Сразу В своей жизни Ты видишь В своем зеркале В своем отражении И самое главное Ты ровно С такими же людьми Сталкиваешься В жизни Которые точно так же Будут провоцировать Тебя играть В твою же игру И ты этого не замечаешь Тебе кажется Что мир плохой И агрессивный А мир не плохой И не агрессивный Просто это будет Твое зеркало Которое будет показывать Смотри Идет Да Вот такое слабое место На деградацию И молодежи наоборот Надо помогать их Мотивировать их Поднимать Надо Да Я не о том Чтобы раздувать их Эго На пустоте Нет Но тут же Можно видеть Чувствовать Вот для этого чувства Что мы открываем В инфодайвинге Помогаем людям Чтобы открывали чувства Это вот основа основ Это те знания Которые просто Необходимы Живому Человеку Вот Ты же чувствуешь Ты же поднимай Дай возможность Вместо того Чтобы ты Знаешь так Крышку гроба Ну образно Банки так Раз и перекрываешь Дыхание Раз и Ребенка Ну зачем Ты же сам себе Вот смотри Это перекрывание Оно же сейчас идет В обществе На разных контурах Если ты возьмешь Глобально Ту же самую экономику Экономика Что же сейчас Сдавливается Да А вот Даже Вот самый Самый простой Образ Что происходит Когда Идет Сдавливание Вот Давай возьмем Отойдем От темы Отцов и детей Картинка Та же самая Будет Одна и та же Просто Если брать Отцов и детей То Ну это будет Рука родителя Сдавливающая Смотри Ну вот возьмем Если взять Экономику Беларусь Сейчас Беларусь Сейчас под санкциями И если Беларусь Будет Твердая Как камень И этот камень Будет Жать 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 И камень Не жмется И рука Устает И это Бесконечный Процесс На сжатие То есть Это тупик Если Беларусь Жидкая Это взрыв будет На самом деле Она Просто потом Камень Если Беларусь Жидкая Если Снять все Ограничения Максимально Мы сейчас Экономику Рассматриваем Да Всегда Говори Да Максимально Жидкая Вот ты Начинаешь Жидкое Тесто Давить И жидкое Тесто У тебя Через пальцы Пролезло Наружу И обволокло Руку И чем более Оно свободное Чем более Оно жидкое Оно полностью Облило руку Тесто Ты выдавил Его Но твоя рука Теперь в тесте И является Начинкой Для этого пирожка И пирожок Печется Уже в тесте Не в руке Пирожочек Ты уже вкусняшечка Которую Обволокло Это тесто И уже тебя Запекай И тесто Тебя запекает И ты будешь Начинкой Так вот Точно так же И с отцами Детьми происходит Если Ты давишь Своего ребенка И ребенок Внутри Напряжен Он будет Давиться 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 И потом И тяжелая болезнь Сломал Психиатрия Все что угодно Сломал И мы сколько в работе Видим таких детей Взрослый ребенок А родители невменяемые Чего ты хочешь От этого ребенка Дай ты ему свободу Пускай он сам решает Он уже взрослый Мужику по 30 лет Это за него Мамы решают На ком Жениться И с кем Разводиться Блин В постель Лезут Это вообще Несерьезно А Если Ребенок При этом Вот сжимается 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 Его сломают А если Ребенок при этом Гибкий Мама Гудбай Майлав И потек И пирожок Сварился В собственном саку Поэтому Вот То что Происходит С нашими Детьми Детей наших Надо Учить Быть гибкими Свободными Уметь Уходить От давления Уметь Уходить От этих Взрослых И обволакивать Это о разуме Обволакивать И уходить А этот пирожок Спечется Да То есть Понимаешь Видя Это называется Разум И мудрость Видя Препятствия Видя Преграду Обойди Ее Это то же самое Как в экономике Сними ограничения Ой пешников Сними ограничения В экономике Сними Чем больше Ты освободишь Тем больше Это Потечет Обволочет И потом Это тесто Можно будет Уже запекать Но будет Классный Пирог с начинкой Без санкций Которые будут Запечены Ниже И тогда Все будут хотеть Этот пирожочек И тогда тебе Разрешено Будет все то Что было запрещено До этого Я имею ввиду Те же самые Отмывания денег Я имею ввиду Ту же самую Свободную экономику Офшоры И так далее Все Что было запрещено Будет разрешено Да Потому что Чем больше Ты сжимаешь Тем больше Это то Что ты сжимаешь Оно постепенно Превращается В прах В прах Никому Не нужный Вообще Потому что он Зажат в собственном соку Он сварился в собственном соку Благодари И утекай И утекай Да Обходи Обходи Знаешь, как хочешь сказать Обходи придурка Учителя У меня тема Сейчас учителей Я в шоке Просто столкнулась С этим Для меня Я понимаю Насколько Это Деградирующая Часть Знаешь На эту тему У меня бабушка С детства учила Говорила Не тронь говно Вонять будет У меня тоже так Все время В семье Это точно Но при этом Когда это Слово Там, где ты обойти Не можешь Надо вступить Тогда надо с благодарностью Вступать Да Единственный вариант С благодарностью Вступать О чем это? Прийти к преподавателю Привезти Поблагодарить Привезти благодарность Нет Это называется взятка Взятка Но это так называется Видишь Поблагодарить А на самом деле Это Поблагодарить А на самом деле Тот учитель Который Которому ты придешь Просто поблагодарить Он не услышит Ты знаешь Я так счастлива Что у меня дети Уже заканчивают Ну Заканчивают Один аспирантуру Заканчивают Один институт Что Что Вот этот период Одиннадцатого класса Он как-то Прошел мимо меня Но У моих детей Просто была Очень хорошая гимназия У меня старшая Аж дочь Тоже Закончила Школу Ту же Которую я заканчивала Никаких проблем Не было Вообще Вообще Потому что там Люди были А на первых У меня девчонки Они очень хорошо учатся Они головастые И там просто И преподаватели Были У Светы моей Которые Ну Люди Вот знаешь Теплые Не было Я столкнулась Впервые Вот здесь И то Это несколько всего Лишь три преподавателя С которыми Вот дочка моя Сейчас столкнулась Конкретно В одиннадцатом классе Просто вот Вот этот камень Вот Это три преподавателя Которые камни Просто вот Знаешь Которые Плыжники Надо с дороги убрать Для чего-то ей это надо Да Я понимаю Ей это надо Для того, чтобы стать Опыт 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 Получить Для того, чтобы выйти в благодарность И Стать текучей Что Смотри Смотри, что я сейчас произнесла Булыжники, которые на дороге Их просто надо убрать с дороги Смотри Ей надо научиться Убирать с дороги То есть очищать себе дорогу Прочищать благодарностью Через благодарность Конечно И ее надо учить благодарности Да Потому что без благодарности Ничего не изменится Это игра, которая прилетела в ее жизнь зачем-то. Да, как опыт. Как опыт. Получить знания, получить опыт. У меня у старшего сына, они в разных гимназиях учились со средним, у старшего сына была история в гимназии. Он до девятого класса вообще перебил в гимназии все, что можно было перебить, разрушил все, что можно было разрушить, учился, как хотел, так и учился, при этом он же очень умный. И с поведением были все время, он все время проявлялся так. Потом вот, когда мы с ним поговорили, договорились, что, сынок, ну, если ты не хочешь учиться, тогда ты идешь в армию. Я просто умываю руки, а до армии оставалось, ну, до конца учебы оставалось два года, два выпускных класса. И что произошло в гимназии? Директор вызвала меня к себе и сказала, что они не возьмут его в одиннадцатый класс. На что я сказала, нет, дорогая, он будет учиться, это по законодательству так, тут вариантов нет. На что классная, ребенка вместе с директором определили его филологический класс. Хотя у нас был разговор, что он будет поступать в радиотехнический институт на выходе. А с Вовой мы уже поговорили, и он уже начал включать мозг еще до конца своего, получается, восьмого или девятого класса. Даже, наверное, на год раньше он немножко начал включать мозг, уже поведение изменилось, и учиться более-менее начал. И по итогу разговора с директором она вот тоже как камень решила проучить меня за то, что мы не захотели забирать документы из гимназии. И его отдали в филологический класс. И этот класс считался классом придурков. Там учились только девочки, те, которые идут на филологов. Все нормальные мальчишки и все нормальные девчонки были там в двух других классах. А этот так и называли, класс придурков. И там было углублено изучение русского языка. На выходе я в конце просто хохотала и была благодарна этой директрисе, которая, она иногда даже не смущаясь, называла Вову этим словом. Мне оставалось с ребенком, даже ребенку без меня, я не сильно влазила в его учебный процесс, подготовить математику и физику для поступления. У Вовы не было репетитора по русскому языку, у Вовы не было репетитора по физике, а с математикой ему немного помогала его родная тетя. И в итоге Вова сам поступил в ГУИР, и, ну, считай, без репетиторов, да, издал достаточно высоко русский язык. То есть там балл по русскому у него был высокий, без репетиторов, без ничего. Почерк у него отвратительный. Писал он всегда безграмотно, зеркальная дислексия сказывалась. Но за эти два выпускных года гимназия сделала свое дело. Он сам, полностью сам сдал все экзамены, честно и поступил. И потом был кульминационный момент, это когда он уже открыл свой бизнес, и в банке открыли ему счет, и он пришел обслуживаться в банке, и внучка директора, которая училась с ним в одном классе, и тоже хохотала, что он придурок, обслуживала его. Он пришел домой, он говорит, мама, этот мир перевернулся. Я говорю, сынок, все становится на свои места. Просто ху и с ху. Кого-то тянут учителя, кому-то ставят заслуженные оценки, с кого-то требуют взяток, с кого-то как-то. Но если мозг у тебя есть, если у тебя разум, и если ты выходишь в благодарность, а мы все-таки с ним отработали всех учителей, и он сейчас, когда их вспоминает, это начинается со слова «благодарю». Хочешь, не хочешь, это уже автоматически «благодарю». И дальше пошло в «благодарю», и я вспоминаю с благодарностью, думаю, какие молодцы, вы так сделали этот филологический класс придурков. Классно, что ребенок сейчас даже аспирантуру заканчивает, и научные труды уже есть опубликованы, и все, и просто великолепно. И к этому моменту и бизнес свой имеет. Поэтому всему свое время. Все раскроется во времени через призму благодарности. Без благодарности ничего не будет. Все раскроется во времени, все правильно. Но сейчас как раз-таки это можно отнести к Вове. Все раскроется во времени. А тогда не было инфодайвинга. Ну да. А сейчас можно это все раскрыть сразу. Не во времени. Не в кармане. То есть если ты хочешь спасти их великие души... Нет, нет, я не про это. Я не про это. Я про то, что осознать, для чего вот моей дочке нужны вот эти три камня, три булыжника. То есть не во времени это увидеть, а сейчас осознать. Быстро. Тогда свернется быстро. Да. Вот я про это. Я именно про это. А я думала, ты про учителей. Никого не собираюсь. Я тоже когда... Я сейчас, когда вспоминаю, все время вспоминаю гимназию, в которой учился Вова. Уже Дима в ней не учился. Хотя гимназии хорошие. Они оба учились в хороших гимназиях. Гимназия Димы до сих пор, я ее вспоминаю с любовью. Вообще классная гимназия. Я считаю ее одной из лучших в Минске. Хотя, наверное, многие люди не согласятся, потому что это обычная гимназия на Мазурово. Вот. В микрорайоне. И поэтому ясь в нее же пошел. Вот. И учителя... Да, надо детей учить благодарности. Тогда они будут отражаться в благодарных людях. И тогда они будут отражаться в счастливых моментах. То есть если ты столкнулся с булыжником, то надо просто... Для чего этот тебе булыжник? И вот разобраться с этим. И тогда во времени тебе не надо это потом, спустя время понимать, почему, для чего. Нет, сразу возможность эту сразу использовать. Знание. Опыт. И я пока варилась в этом всем, я уже сварила. О чем мне с Лерой поговорить надо, и как, и что. Ну, при этом, смотри, ведь очевидно становится... Там сразу вот по человеку ты видишь, они больные люди. То есть у них болезни хронические. Так вообще, если человек имеет хроническую болезнь, надо еще решать, допускать его к детям или нет, допускать его к пациентам или нет. Ты посмотри психологию, посмотри. И психологические услуги оказывают больные психические люди. И разносят вирус, согласись. Абсолютно верно. Тут, понимаешь, в армию уже берут всех подряд. Да? Кстати, раньше в армию была гордость пойти. А теперь всех подряд. То есть это на самом деле такой нехороший звоночек. Это переработка отходов на самом деле. Я имею в виду, это о том, что деградируем. Да, в торсырье. Это все камнем вниз. В торсырье. Не поднимаемся, не развиваемся, а деградируем. Ну, сейчас и время апокалиптическое. Ты посмотри, кто был ничем, тот стал всем. Кто был всем, тот показал пыль и прах. Так что это все? Посмотри, что сейчас происходит. Сейчас очень наглядно показывает Россия. Вообще настолько наглядно видна в России деградация людей искусства, людей культуры. Те люди, на которых должны были расти дети, поколения. Все, все скелеты шкафов вываливались. Посмотри, что делается. Я когда смотрю, блин, черт, смотришь. То, что было спрятано, да. То, что было спрятано, а сверху картинка. А сейчас вот эти скелеты из шкафов, они просто валятся. Просто ты видишь очевидное. И на самом деле это время, самое время, когда ты можешь получать знание и опыт. Просто вот знание и опыт в чистом виде. Учиться, как черным по белому пишется текст информации. Причем смотри, любое развенчание, оно происходит мгновенно. Вот не успевает человек рот раскрыть. Если есть искажение и ложь, то буквально проходит неделя-две. И оно вскрывается. Полгода, да. И все вскрывается. Но последний пример с Сати, я просто опять-таки хохотала в голос. Да, да, да. Помнишь, мы разговаривали с тобой, и говорили, что ну как-то что-то же в жизни остановит. Человек приносит людям вред. Должно же что-то остановить, должно что-то произойти. Подсознание же не будет долго терпеть это все. Он развлекуху какую-то строит. Ну вот сумкой по голове, крутая психотерапия. Человек прямо вскрыл вообще по полу. Вообще. Ну да, можно сказать, что, знаешь, как он в принципе сказал, ну я же тоже человек. А ну тогда, а ну тогда. Но ты конкретно вывернулся наизнанку. То есть ты просто открыл коробочку свою и показал. Ху из ху. Ну и все твои методы работы. И прикинь, ты показал свой вирус. И чем ты заражаешь теперь, да? Чем ты наносишь? Ну вернее, какой вирус ты носишь? Просто сейчас надо все вещи называть своими именами. Опять-таки, если говорить про вирусы. Посмотри, как сейчас артисты. Просто то, что раньше пряталось, голубизна, благодаря которой человек там вылазил на сцену и так далее. Сейчас это стало нормой. И посмотри. Гордостью даже. Гордостью. Понимаешь, гордое слово пидор, блин. Люди, это же искажение. Это же не о здоровье. Гордое слово пидор. И это формирователи мнений, культуры и так далее. Опять-таки, люди культуры. Оценивают, сидят в жюри. Да, люди культуры, бухие, рассказывающие истории, блудные и так далее. Посмотрите, кто. Это формирователи мнений. Я говорю, сейчас такие скелеты... Сейчас черти пляшут. Черти пляшут. Прямо действительно черти пляшут. Опять-таки, вчера начал ТикТок подкидывать религиозного деятеля. Я раньше не видела какой-то такой старенький с огромной бородой. И он начал говорить про семейные ценности и про любовь. И он такой пургу гнал. Я смотрю, у него... А любви-то нет. Есть, что тебе все должны. И если они делают не так, как ты хочешь, то ты их заставь. И это называется любовью. Понимаешь? Ну, кстати, я когда открыла комментарий, думаю, неужели... А там много комментариев было под этим роликом ТикТок тоже. И думаю, неужели сейчас больные люди будут писать... Да-да-да, там женщины обычно любят... Бейте-бейте нас, пинайте-пинайте нас. А там нет. Открывают, там женщины бежут. У него вообще мозгов нет. Прямо моими словами. Значит, он уже совсем там нес пургу. Так там конкретная пурга была. И ты знаешь, смотришь и понимаешь, что в рясах тоже черти пляшут. Со всех шкафов валятся. Вот у всех со шкафов валятся. И это на самом деле весело. И я думаю, что со временем, вот еще буквально год-два, будет еще веселее. То есть будет веселее, потому что уже есть люди, которые смотрят на это и так думают, да ну! Так смотри, а на самом деле, да, когда уже совсем очевидно, уже тогда самый спящий может проснуться. Проснуться? Что-то тут не то происходит. Какой-то не тот сон, понимаешь? Что-то ты, батюшка, не то несел. Да, что-то ты тут! А еще тоже среди этих новостей, может, это фейк, не знаю, насчет того, что там Ватикан, Ватикан, по-моему, будет признавать легализацию браков однополых. И тоже смех разобрал. Не фейк? Не, у меня чувство не фейк. Что в Ватикане... Там по полной программе это... Нет, то, что у них у самих по полной программе, ладно, но... Это же уже в общество пошло. Так оно пошло уже в общество, поэтому не чувствуется фейком. Это уже заказ. Ватикан только недавно признал, что Земля круглая. В 1986, по-моему, или в 89-м году. То есть 1900! Давай. То есть у них до сих пор Земля плоская была. Понимаешь, уже люди в космос летали, а у них все Земля плоская была. А однополые браки, так они сразу после круглой Земли будут признавать. Ой, блин. Там совсем скелеты посыпались. Лучше бы они свой архив открыли и дали людям доступ нормальной литературы читать. Тот архив уже, на самом деле, который они так оберегают, он уже истлел. Уже они сидят на куче мусора тлеющего. Потому что он уже давно переродился, эти все знания. И они уже давно повытекали. То есть они по-другому уже развиваются совсем, эти все знания. Вся информация, на которой они сидят, она уже там... Ну, если бы она была рабочей, то у них бы были рабочие инструменты. У них рабочих инструментов нет. И сознания там не осталось. Там уже мумия или даже прах. Ну, так сказать. Ну, да. Но в любом случае это могло бы быть полезно хотя бы очень сильно спящему сознанию. Для того, чтобы хоть как-то служить пробуждению. Вообще, ты знаешь, если брать религии, если мы уже отошли от темы отцов и детей, я считаю, что пришло время, пришло время все религии усадить, хотя бы пять основных усадить за стол переговоров и принять единое концептуальное решение по тому, как будить людей. Будить, а не вводить в сон. Убрать обряды магические, убрать гипноз, убрать моменты манипулирования сознанием с целью засыпания, с целью порабощения, с целью создания ловушек, то, что происходит в религиях. И дать возможность людям проснуться. Это то, что должно звучать уже на батом. Пришло время. Мы будем развиваться. Да, люди должны развиваться. Боги должны проснуться и вспомнить, что они не боги. Сознание должно быть свободным, да. Сознание надо выпустить из ловушек. И мы понимаем это ловушки. Те, кто будут слушать, спрашивают, что это за ловушки. Под куполом цирка есть своеобразные аттракционы ритуальные. Но будет ли настолько продвинутым, сильным и так далее какое-то государство, которое решится на это? Знаешь, первые, кто приходит в голову Россия или США, так вот ни хрена или Китай. Ни хрена. Там этого не будет. И действительно, велик тот правитель, надо маленькая страна. Это точно. И велик тот правитель, который осознает важность этого и усадит их за стол переговоров, и заставит или выведет в состояние самих осознания важности, чтобы люди начали просыпаться, чтобы сознание пошло в развитие. Иначе будет перезагрузка цивилизации. Только это не должно быть создание единой религии. Нет, это не создание религии. Это освобождение от религии. Это наоборот. Это освобождение от религии. То есть это о просыпании. Это о просыпании. А не о засыпании. То есть уже и так заснули, сильно заснули. Надо разбудить, проснуться. Потому что уже идет угроза последней фазы, деградации. Это как в мышином царстве. И дальше уже выгрызание друг друга ничто не спасет, и цивилизация погибнет. Очень быстро причем. Очень быстро. Потому что сейчас идет та фаза, когда старые мыши загрызают молодняк. Когда голубые, розовые, красивые самки, красивые самцы не хотят размножаться, вступают в однополые браки. В связи. И нету продолжения рода. А то, что продолжение рода есть, оно загрызается. И уничтожается. И потом оно не хочет жениться, не хочет иметь детей. Ну и плюс уже вместе с этим наступают болезни, деградация сознания, невозможность. И все. И тогда сознание сужается, видит тупик и говорит, я не хочу играть в эту игру. Да, это вот мы живем в мире болезни на самом деле. В тот момент, когда... Это то же самое, что тело. Вот оно уже все старое. Человек согласился, что он уже все, он никчемный. И сознанию неинтересно в этом теле. И значит, это тело разрушится. И сознание уходит. Вот мы в этом моменте живем, человечество сейчас. В этом. А надо проснуться, надо расшириться за пределы тела. И тогда тело подстроится. И тогда будет действительно развитие цивилизации. И тогда тело не может не подстроиться. Это мы с тобой понимаем. Но ты понимаешь, какая сила должна быть у того, кто даже заразится этой идеей и захочет ее осуществить. Который услышит. Который услышит. Не просто услышит поверхностью, а услышит. Сердце. Это еще попробуй найди. А это мудрейшим из мудрейших. Мы с тобой это все понимаем. Мы слышим это глубиной. Чувствуем. Блин, но я-то в сознание закидываю. И ты тоже закидываешь. И я вижу стол переговоров в Минске. Блин. Крутитесь как хотите. А это должно быть в Минске. Потому что... Потому что Белая Русь. Белая Русь. Люди, ну вот очевидно. Белая Русь. Начало, начал. Чистый лист бумаги. Здесь. Только здесь. Только здесь. Это просто очевиднее. Быть не может. Я когда вот скрываю глаза, я вижу сразу. Минский дворец республики. И пять основных религий. Можно больше. Но я почему-то вижу пять. И они за столом переговоров. И они решают, что они перестанут лгать людям. Лгать конкретно. Лгать и усыплять. Творить ситуалы. Он на самом деле же над собой. Над собой. Над собой. Потому что иначе будет перезагрузка. Остановить процесс перезагрузки еще можно. Вот для этого нужна сила и разум. Но это еще возможно. А пока хихи, ха-ха, скелеты со шкафов всыплются. И ты наблюдаешь деградацию. Ну... И что дальше? Дальше конец? Ну, как я говорю, что согласие со старостью и смертью. Да. А разум где? Пока тело не услышит. А тело услышит только тогда, когда сознание снаружи. То есть тело внутри. Вот только тогда. То есть когда сознание расширенное, вот тогда тело услышит. Это уже про мудрость. Да. Беларусь. Мы это видим, мы это знаем. И валим на пролом. Да. Просто валим на пролом. И это очевидно. Не надо нам... То есть... Хотела сказать, что все скелеты, которые вываливаются, да, тут даже... И не надо выходить далеко из дома. Ты вот просто сидя в одной точке земли, да, квартире, ты можешь наблюдать всех-всех скелетов. Да, да. Такое время сейчас. С любого континента. Абсолютно. И настолько это... Ну, понимаешь, сперва это весело, потом ты понимаешь... Потом начинаешь голову читать, да? Что-то тут надоедает уже. Да, понимаешь, я... Вот у меня были два эпизода, когда я выпала в ступор. Это когда я, опять-таки, сидя в телефоне, смотрю, показывали... Какую-то... Я даже страну не знаю, какая-то африканская страна, ролик выпадает, и там президент кого-то встречает, кто-то там прилетает, и этот президент в таких штанишках и так раз и моча течет, да, вот прям писается. Вот прямо у трапа самолета, делегация правительственная, вот, и прямо устался президент. И я так сразу там... Да ну нафиг. Потом это был один момент. А второй момент, это вот как по ковровой дорожке президент Америки шел. Ну тут, понимаешь... Я понимаю. Да ну нафиг. Это же трэш какой-то. Ну, ребята, вы здоровые на голову. Они же стоят в руле целых государств, целых наций. Ну такого же быть не может. Ну где же разум-то? А разума-то нет. Понимаешь? Вот он, разум спит. Разум спит. И это все напоминает компьютерную игрушку, где все стебутся. Комеди-клаб. 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 И понимаешь, это был бы комеди-клаб вообще такой, что если у них у всех забрать оружие. А дальше стебитесь. Как хотите. Пусть как будет с Рио в Рио. Это же ваша жизнь, ваши болезни, ваши проблемы. Как Рио, кстати, говорю, как Рио нам показала конкретно, да, качели, которые, вот оно, когда нет с центра, нет середины, нет среднего класса. Среднего класса нет. А есть крайне низкий класс и крайне высокий. Все, а здесь дыра. Богатая, да. Да, а здесь дыра. И мы вот это наблюдали. И так это прям наглядно было. Мне, ты знаешь, в Рио понравились две штуки, которые я для себя так отметила периферийным зрением. Первый момент, это когда вот молния попала в эту статую, как раз после того, как мы оттуда спустились. Это был один момент. И второй момент, это когда мы уехали. И через день. С мыслями помыть бы это Рио. Да, да, и через день его помыло. Отмыло от этих всех. Отмыло от фекалий полностью. Фекалий, точно. Через день после нашего отъезда, правильно? Мне так понравилось это, думаю, не кредо себе, как работает сознание. Меня тоже это впечатлило очень. Бывает же такое. Случайности. Не случайно. Ой, блин. Белая Русь. Развлекаемся дальше. Начало-начало. Сознание просыпается. Пора писать на Белой Руси, на белом листике бумаги новую историю, новую жизнь. Новую жизнь. Что мы сегодня будем делать на курсе, между прочим. Мы сегодня с чистого листа и будем писать. И это будет новый виток развлекухи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok